Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Вот один из них прислал нам такой достаточно любопытный, на мой взгляд, вопрос. Как церковь и святые отцы относятся к термину удача? Допустимо ли просить в молитвах удачи в делах? Можно ли верить, что бывают люди более удачливые или менее удачливые? Или понятие удача от бесов? Ну, конечно, понятие удачи в словаре христианина как таковой, в общем-то, не существует. Это древние римляне, язычники веровали в существование такой богини, которую они называли Фортуна. Да, сохранилось вот такое вот упоминание о таком обороте колесов Артуны, которые эта богиня вращала и то, так сказать, возносила благодаря ему на вершину одних, кто повергала в пропасть падения других людей по своей прихотливой воле. Но, естественно, как христиане мы с вами никоим образом не можем молиться богине Фортуне, не можем таким каким-то образом привлекать к себе эту самую удачу. Что же такое удача с христианской точки зрения? Ну, вообще, под понятием удача мы обычно понимаем вот такое положение дел, когда дела нам удаются, от чего, собственно, и удача. Когда вот все складывается таким особенным образом для того, чтобы помочь нам достигнуть задуманного и получить то, чего мы там каким-то таким вот особенным образом желаем достигнуть. Но что же стоит за вот этим понятием удача для христианина? Ну, надо очень четко разделить, какого рода бывает вот это удачное стечение обстоятельств, и с чем оно может быть связано. И, соответственно, из этого мы можем сделать вывод, можно ли молиться об удаче. Итак, когда все складывается вот таким вот прямо особенным образом, помогающим нам в наших делах, то это может быть следствием разных факторов. Но, по сути, в общем-то, двух. Первый фактор – это благословение Божие. Когда все складывается таким вот особенным каким-то образом, когда все, казалось бы, вся природа, все течение жизни, все обстоятельства помогают человеку в том, чтобы достигнуть поставленной перед ним цели, то это как раз-таки может быть следствием того, что к тому делу, которое этот человек предпринимает, и тому начинанию, которое он осуществляет, или, возможно, к нему самому вообще в целом, имеется вот такое особое благоволение Божие, особое благословение почивает на нем, на его делах и на его начинаниях. И тогда вся природа, послушная Богу, начинает служить человеку своими возможностями. Ангельские силы приступают для того, чтобы отвести от того, что делает человек, всевозможные препятствия, для того, чтобы все обстоятельства сложились именно таким образом, чтобы человек оказался в нужное время, в нужном месте. Ангелы начинают руководить его душой, руководить его поведением, приносят ему светлые помыслы, руководят его делами, его поступками для того, чтобы не произошло, не случилось какой-то ошибки, чтобы человек оказался именно в тех обстоятельствах, в которых должен оказаться для успеха того предприятия, которое оно совершает. Можно ли молиться от такого рода благословений, такого рода помощи Божией? Можно, но только в том случае, если мы уверены в том, что само это дело Богу угодно. Но на самом деле, в принципе, любая наша молитва в каком-то смысле является молитвой вот об этой самой удаче, вернее, о благословении Божьем. В принципе, входя в молитвенное общение с Богом, мы ищем чего? Ищем его благословение, его благоволение к нашей жизни, к нашим делам. Поэтому в конечном счете не так уж важно, что конкретно мы делаем, важно, есть ли на это благословение Божие. Если оно есть, тогда все складывается таким образом, чтобы это осуществилось. Является ли человек, у которого мы не наблюдаем вот подобных вещей, или являются ли те дела, которые мы начинаем, и которые мы делаем, но которые идут совсем не так гладко, как нам бы хотелось, признаком того, что в этих делах нам не сопутствует удача, что эти дела не благословляются Богом, и что Бог отворачивается от нас. С одной стороны, конечно, это может быть нам напоминанием о том, что прежде чем браться за какие-то дела, нам необходимо очистить нашу собственную душу. Очень часто наша собственная нечестивость, наша собственная греховность отвращает от нас ту помощь Божию, которую Господь хотел бы, желал бы нам оказать. И Он оставляет нас на один, один на один с последствиями наших греховных поступков, слов, мыслей, деяний, для того, чтобы мы, осознав, что тяжело идти против рожна, как некогда Павел, покаялись в неправильности своих стремлений, своих мыслей, своего душевного расположения, и взыскали благословение Божие, взыскали Его помощи, особенной сугубой молитвой. Очень часто Господь и добрые дела попускает совершать с трудом и со многими какими-то такими встретившимися неприятностями, для того, чтобы человек, во-первых, проявил решимость в достижении добродетели, а кроме того, для того, чтобы он не просто делал то дело, которое начинает, а дело его с молитвой и с покаянием. Именно недостаток молитвы и покаяния очень часто служит скрытой причиной сопутствующих нам в наших делах неудач. но, возможно, и помощь совершенно другого рода. Возможно, что человек, делающий злое, в этом своем зле преуспевает и пользуется благоприятным стечением обстоятельств, пользуется тем, что на блатном жаргоне называется часто фартом, а человеку говорят, что он фартовый. Я не просто так привожу это понятие здесь, потому что очень часто человек, который сознательно намеревается служить злу, он привлекает к себе вот такое благословение, но совершенно обратного рода, с обратным знаком. Он привлекает к себе особенную помощь демонических сил. И пронырливые демоны уже употребляют свои старания, свои умения, свои превышающие человеческие возможности знания для того, чтобы окружить самого такого человека, его дела вот таким удачным для него стечением обстоятельств. доставить ему тот самый фарт, как это называют представители ну вот тех, той части общества, которая сознательно встала на вот этот путь творения зла, сделала его своей особенной удалью, своим таким вообще отличительным мировоззрением. Но вот эта помощь бесовская, конечно, это то, что ни в коей степени не должно интересовать христианина и к чему он никогда не должен стремиться, даже если ему чрезвычайно нужно достигнуть или добиться того или иного какого-то земного успеха. Лучше не добиться успеха совсем, чем добиться его с помощью нечистых сил. Поэтому существовали даже особые такие демоны, особые такие духи, особые культы, которые должны были привлечь к человеку удачу, ну, например, в азартных играх. Такого рода игроки в разных культурах, в разных традициях делали, например, на своем теле соответствующие татуировки, в разных религиях были даже специальные божества, подобные римской фортуне, которые отвечали за успешность азартных игроков, обостряя их интуицию внутреннюю и позволяя им угадывать, например, ту или иную карту или какое-то другое выпадение костей или других каких-то принадлежностей этих азартных игр, для того, чтобы человек вот таким образом в союзе с демонами постоянно находил возможность обеспечивать свое существование. И когда встречались, например, такие игроки, у каждого из которых был вот такой покровитель демонический, то дальше уже борьба шла между, собственно, вот этими духовными силами, покровительствующими игрокам и побеждал тот, у которого оказывался сильнее демон и которому тот сильнее служил. Но вот как раз таки от подобного рода помощи в любых делах мы молимся с каждой нашей утренней молитвой, прося, чтобы Господь избавил нас от дьявольского поспешения. Молитвем Престой Богородицы. Некоторые люди приходят на исповедь и начинают каяться в дьявольском поспешении. Они думают, проводя такой нехитрый этимологический разбор слова поспешения, что оно имеет какое-то отношение к понятию спешки, торопливости. И вот какую-то свою такую суетливость, торопливость они обозначают вот этим понятием дьявольского поспешения. На самом деле причина здесь к сожалению в недостаточном знании церковно-славянского древнеславянского языка. Поспешение это помощь, поспешствовать это помогать. И мы просим, чтобы Господь сохранил нас от дьявольской помощи. Не надо нам таких помощников, они нам не нужны. Избави Господь нас от таких помощников, и мы сами справимся с Божьей помощью со всем, что для нас необходимо. Поэтому молясь об избавлении от дьявольского поспешения, надо помнить о том, что в действительности имеется в виду. Здесь мы как раз таки молимся о том, чтобы с нами не было вот этой дьявольской удачи, которая может завести человека весьма далеко, внушить ему такое сопутствующее ему по жизни заблуждение, сделать из служителя Бога служителем того самого сатаны, который готов оказать вот такое поспешение, такое поспешство в тех случаях, когда это выгодно для него самого. А мы с Божьей помощью просвещенным молитвым умом должны постараться разобраться в обстоятельствах нашей жизни, чтобы понять, есть ли на том, что мы делаем благословение Божие, или по нашей греховности мы оказались в сетях пытающегося помочь нам подсунуть свою живую удачу врага Божия Сатаны. Вот в чем, собственно, и состоит разница, и к чему можно свести вот это светское и даже в основе может быть языческое понятие удачи, если мы попытаемся взглянуть на него с христианской точки зрения. Итак, либо мы молимся и получаем божественную помощь, божественное благословение, Божие благоволение к нашим делам и к нашей жизни, либо от чего да избави нас Господь нам пытается подсунуть свое дьявольское поспешение, свою богопротивную удачу, враг Бога и рода человеческого сатана, от чего да избавит нас с вами Господь во веки веков. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...